Сегодня в госсовете прошла заключительная 50-я сессия. Уже в сентябре выборы в парламент республики. Депутаты подвели предварительные итоги работы и приняли ряд законопроектов. Шестой созыв оказался рекордным по количеству заседаний. Многие сессии проходили в дистанционном формате или в несколько этапов по вполне понятным причинам. За пять лет в стране и в республике произошло немало важных событий. Состоялись выборы президента страны и главы региона. Россияне отметили 75-летие со дня победы, а жители республики еще и столетие Чувашии. Чебоксары стали городом трудовой доблести. Парламентом Чувашии принято 494 закона Чувашской республики. Мы руководствовались необходимостью законодательного регулирования наиболее актуальных вопросов различных сфер общественных отношений. В условиях пандемии приоритетной для нас с вами стала задача скорейшего принятия законов, касающихся социальной защиты граждан, модернизации сфер здравоохранения и образования, оказания поддержки наиболее пострадавших перед пандемией отраслей экономики и бизнеса. На сессии внесены изменения в Конституцию в Чувашии. Поправки на федеральном уровне были приняты ранее. Всего законом предлагается утвердить 9 поправок. Они касаются ограничений для высших должностных лиц региона и депутатов по месту постоянного проживания, наличия у них вкладов в иностранных банках. Кроме того, теперь прокуроры республики не будут утверждать глава и депутаты. У нас состоялось общенародное голосование по изменениям в Конституцию. Мы все прекрасно знаем те изменения, которые прошли. И, безусловно, сейчас очередь за регионами. Поправки, которые мы приняли, они абсолютно понятны, на мой взгляд. Это запрет на вид жительства или иное гражданство глав регионов и депутатов законодательных собраний. Мне кажется, это нормальная инициатива, поскольку все мы прекрасно понимаем, в глобальном мире вопросы национальной безопасности, они выходят на первый план. И это абсолютно логично. Большая часть тут приведения в соответствии с федеральным законодательством. Поэтому можно относиться по-разному, но по большому счету тот момент, когда Государственный совет согласовывал кандидатуру прокурора региона, это было правильно. Но раз это соответствует федеральному законодательству, то это просто принимается. Наша позиция в данном случае, чтобы слышать общественность, слышать представителей народа. А вот фракция ЛДПР не согласна с такой нормой. Мы с депутатами постоянно работаем с прокуратурой. Это основной надзорный орган. Очень много обращений мы пересылаем туда, и с ними работаем, постоянно взаимодействуем. Вот это вот, так скажем, знакомство с назначением, несмотря на то, что процедура всегда была предсказуема, всем было прекрасно понятно, что если уж президент отправил документы, то, конечно же, его назначат. Но сам факт, как вот определенная традиция, определенный уровень знакомства и тесной работы, он, конечно, был для нас важен. На сессии также приняли закон о исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Депутаты обсудили безопасность и антитеррористическую защищенность образовательных учреждений и заслушали отчеты о работе за пять лет комитетов парламента. Кроме того, на сессии назначили выборы депутатов следующего созыва на 19 сентября 2021 года. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика.